Бессмертный полк В так называемом русском районе в начале мая на перекрестке улиц Стилс и Баттерс собирается грандиозное шествие. Тысячи и тысячи людей приходят сегодня на Бессмертный полк, чтобы почтить вместе память наших героев Великой Отечественной войны. И с каждым годом, в этом мы уже не сомневаемся, наше движение, движение Бессмертный полк, только растет и ширится. По предварительным подсчетам полицейских, сопровождающих наше шествие, колонна составляет порядка пяти тысяч человек. Один из полицейских даже заметил, что такого массового шествия на его веку еще ни разу не случалось в Торонто. Что можно сказать о людях, идущих сегодня в строю? Это люди буквально всех возрастов. Здесь и молодые семьи с маленькими детьми. Здесь и школьники, и студенты, и уже взрослые люди. А самое главное, и это наше богатство, это свидетели той страшной войны, знавшие о ней не понаслышке. Многие из них, хотя уже и не могут полноценно пройти всю дистанцию, но все равно встают в строй и идут сколько могут. Мы гордимся такими людьми. Каждый год с нами бабушки, которые просто выходят на улицу, садятся на стулья вдоль тротуара, чтобы приветствовать нас. Бывалые участники полка уже знают их в лицо, машут им, дарят цветы и поздравляют с праздником. Это настолько впечатляет, когда люди проявляют свои чувства, когда все настроены на одну волну и чувствуют себя как в кругу родных, в кругу своей семьи и друзей. Хотя, может быть, впервые видят друг друга. Меня зовут Дина Буйко. Три года подряд я выхожу, так как ходить почти не могу. У меня есть флаг канадский, цветочки, и всех поздравляю. Меня уже многие знают. Праздник! Это мой отец. Он погиб. Ему было 29 лет. До войны он был моряком Черноморского плота. И он был на подводной лодке. До войны, во время войны, 42-й год, Севастополь. Прошла проклятая война, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. На портрете мой дедушка. Он попал в плен и в 42-м году был убит в концлагере. Особую радость мы испытываем сегодня еще и потому, что к нам пришли ветераны, которым уже далеко за 90, но они нашли в себе силы, присоединились, поддержали нас и сделали наш праздник особенным и неповторимым. Само их присутствие уже вдохновляет, и мы все понимаем, что делаем правое дело для сохранения памяти обо всех наших ветеранах. В нашем строю сегодня идут люди с флагами разных республик бывшего СССР. Колонну украшают флаги Молдовы, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана и, конечно же, Украины. Также видны флаги Сербии. С нами сегодня в этом году еще и поляки со своим флагом, что очень и очень радует. Так что бессмертный полк получился воистину многонациональный, объединенный единой целью, чтобы мир помнил о той войне и чтобы никогда фашизм не возродился вновь. Очень важно, чтобы наши дети и внуки продолжили начатое нами дело. Это те, кому мы передадим нашу память о героях войны. Те, кто подхватит традицию каждый год идти по бедным маршам памяти. Это мой дедушка Илья Торло. Он участвовал в войне с самого начала до самого конца. И он прошел всю войну. Это мой прадедушка Куликов Александр Павлович. Он дошел до Берлина в Великой Отечественной войне. Я капитан третьего ранга запаса. Прослужил больше 30 лет на Северном флоте. Служить начал после того, как у меня отец, тоже военно-морской офицер. Он прослужил во время войны на крейсере Киров в городе Кронштадте. Мама тоже родилась там, тоже жила в Кронштадте. Во время войны сбрасывала бомбы, особенно сжигалки с крыши домов. И обеспечивала продуктами, отправляли в Питер, который в это время полностью лишился продовольствия. Это Куханов Борис, мой дедушка по маминой линии. Он попал в плен в 1941-м и был в концлагере до 1945-го года в Германии, на каменоломнях, пока его не освободили. В 1945-м он был в плену, попал в лагерь, в сталинский лагерь. Но в 1947-м он вернулся домой и умер в 1956-м году. Кому-то может показаться, что ничего не стоит собрать людей вместе, чтобы пройти парадом по улице. На самом деле за этим стоит огромная работа целой команды, которая сделала все возможное, чтобы Бессмертный полк прошел с честью. «Бессмертный полк создан волей народа. Иначе бы он не просуществовал и двух лет. Чем отличается шествие Бессмертный полк от каких-либо других шествий и маршей? А тем, что сюда каждый человек приносит свое самое дорогое, частицу своей личной памяти, семейной памяти. Эта личная память, вливаясь в общую память полка, становится всенародной памятью». Посмотрите, с какой гордостью и радостью приходят люди на Бессмертный полк, приносят сюда портреты своих героических родственников, чтобы объединиться вместе в стремлении хранить эту память нерушимой и вечной. И никакие попытки переписать историю не увенчаются успехом, если мы и дальше будем проявлять наше народное единство. Наша память о прошлом дает нам жизненную подпитку, дает нам ощущение гордости за наших дедов и прадедов, за весь наш народ, который победил абсолютное зло – фашизм. Мы помним, значит мы живем.